все пороги обнесли едем дальше В итоге у нас зарядил дождь на сколько времени не знаю что за рыба ну хариус этого возьмем свежий ну небольшой медведь небольшой что-то крупное Антоха он рыбы нажарил Мамочки покидаем избушку это была у нас последняя избушка рыбки-попрошайки похоже ну как Антон говорит что гальяны что ли такие маленькие коленчики или те рыбки которые в Таиланд когда приезжаешь они тебе там ноги суешь в аквариум они тебя там чистят может чем-то похоже не знаю ну прям вон к ногам ну видно что просят нету нету жрачки самим мало ха-ха 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 Субтитры сделал DimaTorzok Какое-то поселение Я на камень сел Под конец Рабочая база Один сторож Подогнал нам Масло А то у нас Почти закончилось масло Избушки Снегоход там стоит Тарелки Мужчок тут один рабочий Не знаю Вахтовик какой-то В балке живет Так ну мы дошли До Дьявольской Сейчас тут попробуем порыбачить Там надо будет чуть-чуть туда Сплавиться Блядь Став Став Субтитры сделал DimaTorzok Прошел, посидел немножко на порожке, на ступеньке Все, сейчас будет Дьявольская Две реки сливаются тоже в одну Пробуем здесь порыбачить Мушкарюзов натаскаю Дорогу кусочки карт, которые были задоминированы Антон каждый раз их просто сжигал По мере пройденного маршрута Они попросту уже не нужны были Ну вот мы и дошли до Дьявольской речки Которая также сливается В сухую тунгуску Было принято решение перетащить Байдарки, подняться пешком Вверх по течению реки Дьявольской И разведать место для поимки рыбы Нужно было дойти хотя бы до Плесов То есть до спокойной воды, где могла бы быть рыба Пришлось еще дальше тащить свои байдарки Против течения Так как река была поначалу очень мелкой Прошли где-то 300-400 метров Покидали приманки Так и не поймав ни одной рыбы Спустились обратно по течению в сухую тунгуску Дальше нам нужно пройти 12,5 километров До речки Бечевник Ну и как раз там будет изба на противоположном берегу Там мы и планировали отметить мое день рождения Доехали до Дьявольской Попытались пешком пройти туда на Плесы А то меня потащил Мелко пешком стащить лодки Доехали туда Пришли вернее А он тоже мелко Что-то спускаться обратно В Антохе что-то было На мышах Ладно, сейчас попробуем Кидали-ки-дали-ки-дали-ки-дали И ничего мы не видали Нету тут рыбы Знает все это дело Ладно, сейчас поедем дальше Все, сварили макароны Тушенкой Правда воды много Ну, нам как раз Июшка нужна Давай Есть с днем рождения Желаю, чтобы твоя безучесть себе не покидала Ну, из дорога Пятый десяток все-таки Разменял Добрались до избы Сидим, отмечаем Мой 41-й год Немножко тут Антоха прибрался Чай скипятили Сейчас будем вороны Макароны Макароны будем Варить С тушенкой Лидим молосол Закусываем молосолом Чаем, запиваем пока Значит Потери у нас какие были Первые были мои две потери Была Упущена бутылка Ну, это не страшно Она уплыла Потом тут же Мой посох Тоже там же уплыл Палочка моя Моя палочка Сука Я столько же не прошел С этой палкой Она у меня застряла в камне Как бы самому не уплыть С этой палкой, мистер Свою дивизию, а Давай залазь Если ты еще что-то Потеряешь Палку потерял Бутылку потерял Дальше Потерял тапочек Правый, по-моему Синий Сделал себе Антоха помог Эти Тапочки Сделать из коврика Который мы уложим В лодку Следующая потеря Потерял я Эту Дудку Эту От медведя Как она Горн Или как Ревун Ревун Называется Дальше Что у нас еще Антоха Тоже Кое-что потерял Большое Расскажи Рассказывать Спиннинг выпал И все В порогах Все Нету спиннинга Мы получается Дошли уже До Сахатины Уже Начали Там В сухую Тунгуску Заходить И все Хорошо У нас Вообще В запасе Было Четыре Спиннинга Один Спиннинг Утонул Вместе С катушкой Где Утонул Хер Знаю На Порожках Где-то Дальше Потеря Еще Вот Сегодня Потеряли Не потеряли Оставил Я Блин Заехали Там На базу На Это Самое Взять Там Масло Поговорить С этим Сторожем Вахтовиком Оставил Тоже Этот Ревон И оставил Свою Электронную Вейп Короче Ему В подарок Он нам Масло Отдал Мы ему Подарили Такие Штыки Че Еще Че мы Еще Теряли А Я еще Потом Второй Тапочек Потерял В итоге Атоха Мне Нашел Тапочек Хер Знает Где В камнях Нашел Я его Забрал Вот Начал Рыскать Нету Оказывается Блин У меня Оба Тапочки Ну Просто Куда То Короче Где То Что Ставили Вашу Голову Руки Ноги Ноги Целы Голова Что Была Ну Все Как бы Так Сегодня 29 Завтра 30 Августа Сегодня Здесь Возле Скал Порыбачим Посмотрим Че из этого Уйдет Вот Ну Уютно Избачу Еда Есть Чай Есть Сахар Есть Ну В общем Так С голоду Не помрешь Печку Затопили Три Лежанки Нормально Устроились Тут Неплохо Сейчас Тепло Вообще Капец Баня Есть Но Она Там Что Вся Разваленная Ладно Завтра Будет Другой День Надеюсь Погоды Также Будет Нам Вести Тут Все Нормально Погнали Дальше 30 Августа Вот Изба Ну Такая Старенькая Видно Избушка Уютная Поспали Нормально Уютно Теплая Печка Один раз Только Топили В ночь Было Тепло Вот Там Сегодня Утром Ну Как Утром Днем Походили Порыбачили Я там Одного Хариуза Там На той Стране Поймал И Все Больше Не Было Сейчас Собираем Все Вещи Перетащились С Избы Своей Обратно Сейчас Будем Грузиться И Опять До другой Избы Поедем Погодка Пасмурная Сегодня Дождя Не было Ну Ночью Был А так Все Хорошо Порядок Оставили Там Подмели Все По своим Местам Расставили Где Было И Ну Позаимствовали Только Чай Сахар Ну И Все Ну Дровишки Еще Попали Чтоб Теплее Было В Избе Спасибо Этому Дому Мы Поехали К другому Вот Только Выехали Дождь Пошел У нас Ветер Поднялся На Следующий День 30 Августа Нам Немного С погодой Не повезло Хотя Мы Знали Заранее Что В конце Августа Начинаются Дожди И С точностью До Миллиметра Провожили Свой Маршрут Еще Плюс К этому Учитывая Почти Все Условия Погоды Почему Почти Спросите А вон Тонны Были С собой Часы С барометром Но Ремешок Сломался Он Закинул Их В карман Почти В начале Маршрута Так Больше Не доставал Так Что У нас Был Ориентир По Облакам И ветру А не По Атмосферному Давлению Не Хотелось Попадать Под Проливной Дождь Хотя У нас Экипировка Была Достойна И проверенная Временем Но У каждого Была Своя Любую Дождь Оставали Сухими Кому Интересно Оставлю Ссылку На Часть Одежды Под Этой Серией Дальше Съемку Продолжалась Другой Камер На Соне 3000 Так Как На Основной Камере DJI Сели Все Четыре Батарейки И В такую Погоду Солнечная Панель Почти Не Заряжала Приходилось Заряжать Только Телефон Погода Не Особо Радовала А Вот Рыбалка Была Интересной И Не Торопливой Времени У нас Очень Много Было Хотели Даже Остаться В той Избе Еще На Одну Ночь Но Решили Пойти Дальше Ведь Впереди Нас Ждет Еще Одна Уютная Изба Есть 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 Был Офигеть Столько Времени Попался Ясь Ну Сошел Ну Как Ясь Подъезд Ага Кто-то Харился А Нет Опять Подъезд Тот же Самый Брать Не Брать Такое Не Знаю Сейчас Антона Спросим Хороший Угу Что за Рыба Ну Хариус Это Вогнем Эх Сошел Небольшой Небольшой Был Но Сошел Свечки Делал Был Ага Есть Ага Есть Ага Блин Сошел Небольшой Опять Был бы Вокруг Не Он Был бы Сразу Заглокнул Небольшой Небольшой С С С С Красивым Сейчас Покажу Такой Небольшой Лайфхак Не знаю Короче Вот эти Тройники Если Вот Такое Даже Клюет Если Они В Стандартном Виде Ну Срываются Их Надо Вовнутрь Загибать Посильнее Чуть Чуть Тогда Будут Ну Меньше Будет Сходов Ну Вот Еще Одного Вот Такое Хорошие Чудем Попался Загнул Крышки Все Сходов Неду Там Антоха Тоже На Блесну Ловит Тоже Там Харинза Сейчас Наловим Крупный 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 Нормальный Такой Хороший За Жабру Зацепился Получается Я его Забагрил Как-то В итоге У нас Зарядил Дождь Насколько Времени Не знаю Насколько Мы тут Полчаса Пробыли Может быть Больше Поймал Сколько Там Семь Хариузов Поймал Нормальная Была Раздача Ну Исходы Были Ну и мелочь Всякая Была Тоже Отпускал А так Интересно Было Но Пропитание Есть Едем Дальше Все Хорошо Блин Капец Опять Эти перекаты Не люблю Тихо Тихо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хороший такой, килограмма килограмма, килограмма 200 где-то. Иди, не мешает нам ловить, а нас все дождик поливает. Ну он кончался сейчас, опять начался, походу он целый день зарядил. Ну мы не мокрые, мы одеты как надо. Блин, свечку сделал, сошел, мы сейчас остановились тут под скалами, под такими, класс, еще красотища. Ну по крайней мере для меня это вообще своими глазами увидеть, это вообще необычно. И рыба ловится, сейчас пару хорюзов уже поймал, сейчас вот третий сошел. А тут нам чуть-чуть за поворотом и будет изба. Становимся на избу, сейчас хорюзов наловим, я уже сколько, 13 по-моему или 14 штук. Псу, блин, поймал. О, запил. Дошли до избушки. Сегодня надо в ней больно чевать. Сейчас рыбы нажарим. Посмотрим в каком состоянии. Что там? А, да, коптильня по-моему. Нет, да не горячего копчения, холодного по-моему. Интересно, разобрано? Да, походу. Разобрано. Пойдем посмотрим. О, это что-то вообще точно бедлам. О, бецепила. О, дров-то тут куча. Дров до фига. Блин, потолок высокий. Да нормально тут, слушай. Генератор. Свет. Нормально. Что нас интересует? Ну вот, мой сегодняшний улов. Сейчас буду заниматься очисткой. И сегодня пожарим. Что-то засолим, что-то пожарим. Ну, нас учрел. Антоха там жарит рыбу. Мы в избе. Здесь была электростанция. Мы ее настроили. Тут пришлось переизолировать. Розеток не было. Ну, были розетки, вилок не было. Вот так вот в избе. Уху варю. Антоха он рыбы нажарил. Вкуснятина. Чай. Все как надо. Две лежанки. Собой вещи притащили. Но эта изба прямо в лесу далеко находится. Ну, как далеко. Ее не видно с берега. Что у нас тут? Ну, топчан. Вернее, это печка. Буржуйка. Вещи сушатся. Переночуем. Завтра, а потом опять в путь. Ну, завтра надо будет очень много пройти. 35 километров надо будет пройти. А так все хорошо. 31 августа. Покидаем избу. Спасибо Николаю. Записку там оставили. Отчалили. Сегодня лил дождь ночью. Второй день пасмурно. Вчера немножко под дождь попали. Покидаем речку Таборную. Там, где стояла изба. Там, возле нее под названием Таборная была. Аквапарк чуть-чуть пройдем. Таборная была. Как вам только еще говорит шипучка. Как проходить-то? Таборная была. О, блин! Волны! я все равно эти жаботеры задел еще какая-то хрень надеюсь последняя предпоследняя зато трава ведем собой как на море волны такие были нормально 900 метров до речки как она лиственная ну там и порыбачим справа значит справа но как берега вымола да смотри такие слоями плитами как будто сделано выложено руками речка лиственная как речка ну типа ручья ну там в принципе речка выходит все в лопухах попробуем здесь рыбачить что-то было показалось да нет дергай 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 блин хариус вот прям здесь есть опять какая-то писательница начинается и и и и и и Нам осталось еще километров 30 до Енисея пароход у нас завтра 1 числа сегодня 31 августа завтра 1 сентября осталось нам немного пошли сколько четыре с половиной дня пешком переход был и в общем у нас 10 дней чисто сплава там сейчас опять этот порожек или что там перекаты внеются уже начинаешь потихоньку так вот уже под конец привыкаешь к перекату остановились еще порыбачить ага а есть 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 хариус такой хорошенький уже два штуки тут поймал в общем пока 3 ага ага еще один ну маленький такого пищу маломатый будет аккуратно чтобы не повредить потом жил а какой день недели сегодня мы вообще заблудились днях неделя сегодня 31 августа 1 неделя я не помню какое пятница суббота а мы до корюсовки не доехали да это не она что ли капец а как это называется короче не доехали оказывается такой хороший был прям ушел сразу есть красавец ну мы буквально на избушке здесь за поворотом избушка там наверху сейчас и полуем хариусок долго там уже что-то таскает штуки 3 вытащил у меня сошел хорошенький был еще натаскаем сошел и вот и вот и и и и и красивый оттенок у него голубой зелено-голубой такой бирюзовый перья как переливаются еще прям весь такой переливается класс окна не было своими силами и сделали печка есть сейчас мы в избу приехали она такая бесхозная вообще печка есть не зря мы с собой дрова везли там были еще дрова сейчас подсушим их нам на ночь хватит окно было тоже пленка задела задела на я вот пленку нашел здесь вот валялась заделали временно чтобы не задувало нормально пойдет будет тепло там уже печку разжигает ведро там было воды принесли туда капец как спускаться круто сильно спуск сильно крутой видно что уже бесхозная такая дрова старые лавочка вот ведро кстати хорошее вот такая треть какая у нас по счету третья избушка или четвертая уже раз два три четвертая избушка не веника нет не видел давно она не топилась видно заржавел а так здесь смотри какая фигня есть классная из готовить можно вот что хорошо вот это вот правда и очистить надо на советах ну да ну две лизанки стол все ничего особенно там книжки лежат спички спички хочу тут еще делать в избе только и читать интернета нет вот такой уклон до избы пришлось поднимать все вот так красота ну и дождь у нас идет то идет то не идет ну короче так вот целый день а он там вот ребята стоят мы к ним подъехали что-то пообщались они с дьявольской спускались их четыре человека тримаран и катамаран по моему я так понял ну угостили две банки тушенки дали что-то там сухарей дали еще что-то там наложили не знаю в пакет там все какие-то приколюшек но мы все равно с ними на одном и том же корабле поедем на этом александр матросов которые они тоже на него садятся они до туруханска вроде бы я так понял только на чем я так и не понял ну то есть до туруханска еще пилить и пилить несколько дней наш их кто-то наверно заберет а скорее всего этот на воздушной подушке муж их забирают и туда он кстати проезжала которая воздушная подушка скорее всего она туда к ним подъезжала поехала дальше дать на обратном пути их забирает короче они в туруханск да по-любому так только печка у нас уже топится скоро будет тепло надо сидим высушиться надеюсь что завтра дождя не будет хотя она вряд ли здесь будет ну все мы расположились навели порядок в избе устроились неплохо варим борщ с тушенкой который мужики нам дали долго мы конечно пытались чтобы она закипела блин кастрюлька кастрюльку тут нашли местная помыли от мылью борщ с тушенкой из картошки мясо много слушай мясу прям хватает антоха нашел какие-то книжки все читает про колхозников про другое про учителей лежанка старая но нормально удобно сейчас сварится поедим у нас уже девятый час вечером все хорошо больше готов сухарями ну ничего как борщатся как будто два часа и готовить ну да реально два часа готовить не могли скипятить сегодня день знаний сегодня 1 сентября покидаем избушку это была у нас последняя избушка сегодня нам надо будет садиться на теплоход на котором мы пришли к александр матросов вчера хорошо поели сколько по три тарелки борща съели ну короче кастрюлю эту мы все слопали все еще собираемся и нам надо будет прям до костина около там 30 километров надо будет проплыть уже что-то кстати похолодало дождик чуть-чуть моросит оделись утеплили сейчас потеплее оделись вот эти так же и стоят там на берегу они ждут я так понял как вчера говорил что этот на воздушной подушке хелиус а мы своим ходом сейчас надо лодки подкачать и вперед с плесни только грести ну останавливаться там по нужде ну все ну вот друзья остался у нас последний день сплава нам нужно преодолеть еще 35 километров до небольшой деревни Костина где проживает практически один коренной житель пенсионер дядя Вася который прожил там всю жизнь снимать на камеру я его не стал из уважения потому что такие люди не любят когда их снимают а потом афишируют к нему мы заедем просто взять картошки чтобы вечерком сварить картошки и посидеть у последнего костра перед погрузкой на теплоход кстати ту рыбу которую я вялил на байдарке она пропала я боялся что рыбу намочит дождь и убрал ее в гермомешок там то она испрела пришлось конечно ее выкинуть по пути мы конечно останавливались на рыбалке но так рыбы и не поймали теплоход нас должен забрать ночью в 22.00 мы оставляли заявку на ресепшн чтобы нас подобрали дальше на теплоходе идти нам двое суток до поселка Бор в Бору мы остановимся у одноклассника Антона еще на четверо суток где мы еще съездим на рыбалку уже на моторной лодке 120 километров с его одноклассником до очень старой деревни Мирный где живет только одна семья Кетов пробудем там с двумя ночевками немного порыбачим попаримся в бане и обратно с поселка Бор нас уже забирает быстроходный катер тот самый который я вам показывал еще в первой части Михаил Гаденко доезжаем до Енисейска а там уже своим ходом до Сургута и еще нам пилить 3000 километров до Енисея осталось 10 километров вот речка сузилась вода у нас поднялась где-то на метр за счет дождей потихоньку не гребя спускаемся здесь течение увеличилось остановились немножко порыбачить перед выходом у нас след след медведя сегодняшний свежий ну небольшой медведь небольшой а вот еще след ходил сегодня ходим по вчера первый след за всю историю нашего похода и сплава все дошли до Енисея сегодня сегодня как-то ветрено немножко вал на реке сейчас остановились сейчас спиннинги соберем в тубус здесь кто-то оставил для стройки наверное доски сейчас поправляемся готовимся и нам еще 15 километров до Костина вдоль берега немного по волне находим это последний штрих не знаю сколько уже прошли три километра вот так потащим лодку за собой потихоньку пошли поезд в раз поезд в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нам до Костина еще осталось только 6 километров И волна боковая Наконец-то мы в Костина Через 5 часов у нас Наш транспорт будет Там вот мы зашли к дяде Васе Взяли у него картошки Прямо с грядки он нам накопал Вечером сейчас Сварим картошки Пока разбор полетов Это последний разбор полетов Сейчас распределяем вещи Что куда Сушим лодки Сейчас костерчик запалим Такую картошку нам дали Как редиска Накопали Сейчас будем варить Начинаем порезать какую-нибудь Да, порежь Ну вот и все Маршрут наш закончился Четыре с половиной дня Переход был Десять дней сплава Четыре избы Дальше медведей не видели Видели только следы медведя небольшого Это вот в конце на выходе Из сухой Тунгуски Обошлось все без травм Без проколов Байдарки себя хорошо показали Особенно у Антона У него такая более устойчивая Более послушная И более быстрее идет У него просто дно полностью плоское ложится А у меня как бананом идет Пятно не полностью ложится на воду Ну зато она такая более-менее верткая В чем помогало мне на бульниках На порожках На перекатах Ну были конечно моменты Где я сам не уследил Где там на камне садился Ну все Всем пока Всем счастливо Спасибо что досмотрели мой сериал Подписывайтесь на канал Всем пока Всем счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok